Привет, друзья! Время идёт, Windows 10 обновляется и уже опередила семёрку в мировом рейтинге. Чем же эта система лучше, что всё больше пользователей выбирают её? Давайте обсудим. Теперь на Windows 10 можно зарабатывать. Зарегистрируйся на сервисе winmoney.ru и зарабатывай на комментариях и установках приложений из магазина Windows 10. После регистрации сразу же доступны задания с оплатой от 7 рублей, а если возникнут вопросы, поддержку можно получить в группе ВК. Подробности об этом сервисе для заработка на Windows 10 по ссылкам в описании. Итак, чем же Windows 10 лучше других? Первое – прогрессивность. Прогресс – это хорошо? Конечно, хорошо. Именно благодаря нему у нас есть те же самые компьютеры и разные гаджеты, иначе мы до сих пор пользовались бы счётами или логарифмической линейкой для расчётов. Внутри IT-сферы прогресс тоже нужен. Если сначала что-то окажется непонятным и несовершенным, со временем, благодаря прогрессу, недочёты будут исправлены, и понимание новшеств придёт. То же и с Windows 10. Идёт время, и она совершенствуется. Совершенствуется ядро системы. Предыдущие Windows остались в своём времени. Поддерживается только разве что обновление безопасности. Но это тоже со временем прекратится. Выбирая же Windows 10, пользователь не остаётся в прошлом, он идёт в ногу с прогрессом. И пусть какие-то тонкости в коде ядра системы незаметны, всё же система улучшается с каждым обновлением. Пусть какие-то новшества кажутся ненужными или настораживают, как, например, сбор данных о работе пользователя. Но они при желании отключаются и на самом деле не являются чем-то страшным, если разобраться. Тот же Google через браузер также собирает о пользователях массу информации. При том, что система совершенствуется, минимальные системные требования для Windows со времён 7-й версии не изменились. А это значит, что десятка, требуя столько же ресурсов, предоставляет более прогрессивную операционную систему. Ресурсы же с того времени стали значительно дешевле. И сегодня даже самые бюджетные ПК позволяют легко использовать новые прогрессивные функции операционной системы. Второе. Стиль. Microsoft потрудилась над созданием нового дизайна. Fluent Design. В переводе это означает «легкий, свободный, ненапрягающий дизайн». Элементы рабочего стола и окон не имеют лишних спецэффектов, и поэтому работать с ПК становится проще. Мозг не отвлекается на лишнее и сосредоточен на поставленных задачах. В то же время, это не классический дизайн для Windows 98. Он приятен для глаз и смотрится стильно. Сравните с дизайном XP, 7-ки и 8-ки. Если вы согласны с преимуществом, поставьте лайк. Третье. Удобство. Разработчики стараются сделать использование системы более удобным. Windows 7 была максимально удобной в пользовании, но потом вышла 8-я версия. И появилось много вопросов. Они оставались вплоть до последних обновлений десятки, когда панель управления уже полностью перекочевала в параметры. И не осталось этого непонятного разделения настроек в разных панелях. Если немного привыкнуть и разобраться, находишь, что параметрами пользоваться очень удобно. Все настройки под рукой. Кстати, в корпоративной версии панель управления осталась, для тех, кто очень сильно к ней привык. Еще больше негодований было связано с пуском, особенно при выходе 8-й версии Windows. Пуск в десятки 2018 года – это совсем другое. Это очень функциональное средство. К любой программе можно добраться двумя-тремя кликами. К примеру, нажимаешь кнопку «Пуск» и выбираешь программу среди плиток быстрого доступа. Либо же, нажимая клавишу с первой буквой названия программы, фильтруешь список программ и выбираешь нужную. Когда на русском заработает голосовой помощник Cortana, пуск станет еще круче. Четвертое – функциональность. У Microsoft много идей, цель которых сделать использование Windows максимально интересным для пользователя. И таким образом не позволить конкурентам вытеснить ее с рынка IT. Появляется много разных интересных и пока не очень функций, начиная от ночного режима, который призван сохранить ваши глаза, и заканчивая переходом Paint в режим 3D, работы с виртуальной реальностью и игровым режимом. Вы задаетесь вопросом «Зачем мне это все?» Конечно, какие-то функции можно не использовать, но некоторые из них довольно полезны и их стоит попробовать. А если вообще не хочется ненужных функций, опять же есть облегченные версии десятки. Например, Windows 10 Enterprise или корпоративная. Пятое – универсальность. Windows 10 теперь имеет один формат как на настольном компьютере, так и на планшете и смартфоне. Новые обновления все больше призваны синхронизировать между собой все устройства, работающие на Windows 10, да и не только. К примеру, одна из новинок – Windows 10 глобальное задействование облачного сервиса OneDrive, который теперь вшит в проводник и позволяет сделать резервные копии файлов на облачных серверах. Кроме того, Office теперь позволяет, используя облако, работать с одними и теми же документами с разных устройств, в том числе с Android-устройств. Конечно, как говорится, на вкус и цвет фломастеры разные, и по-прежнему останутся те, кому нравится какая-то другая версия Windows. Все же, десятка заслуживает с каждым годом все больше внимания и приобретает все больше преимуществ. Ваше же мнение вы можете выразить в комментариях под видео, а за это видео поставьте лайк и подпишитесь на канал ПК без проблем. Тут множество не только теоретических, но и практических видео по работе с компьютером и интернетом. До новых встреч в эфире.